всем привет с вами максима за сегодня я немного расскажу о пин-кодах давайте так пин-код это такая система которая защищает сим-карту в телефоне вот сейчас у меня сименс м65 в руках мне кстати камера мутная немного стала поэтому простите так приблизим фокусируем не фокусируется а нет нет не фокусируется камера стала мутной теперь фокусироваться не хочет ладно давайте вот у нас короче часы безопасность пин-коды контроль пин-коды мы можем установить пин-код также есть второй пин-код который на всякий случай используется для дополнительного кода для более сильной защищенности так можно обычный пин-код должен выдаваться вместе с сим-картой сим-картов так находится в картонке на картонке должен написан код пук и код пин пин-код написан на этой карте и вы его должны ввести если хотите у меня он 400 400 введем и все контроль пин-кода устанавливаем но на это дается три попытки если вы код ввести неправильно настройках даже то сим-карта блокируется в общем я вам покажу сейчас на компьютере также можно изменить пин-код для этого тоже придется ввести данный пин-код и можно ввести новый пин-код придумать его самому но нам это не нужно чтобы отключить контроль придется снова ввести тот же самый пин-код и он отключается давайте его введем и контроль пин-кода включен давайте выключим телефон включаем телефон заново и теперь нас нас просят ввести пин-код который мы установили здесь видите пин-код также можно нажать сос и позвонить в экстренный вызов если так надо можно только позвонить в сос можно набрать набираем пин-код который нам нам нужен и для защиты нажимаем ok и все подтверждение включено можно его отключить давайте его выключим он мне не нужен пин-коды давайте выключим контроль пин-кода можно менять его можно собственный пин-код надо только знать какой настоящий пин-код используется сейчас пин-код 2 у меня заблокированный стоит потому что там неправильно по наводили всякой фигни короче занимались также телефоне есть собственный код но который изначально надо придумать самому насколько я знаю ладно давайте я сейчас покажу это в виртуальном телефоне что будет если пин-код вести неправильно так поэтому делаем паузу и так переходим к виртуальному телефону так вот он меня включен и это simen c62 я на нем буду это все дело делать здесь ничего такого не произойдет давайте перейдем к пин-кодом сразу вот коды пин-контрол есть можно изменить пин-код как я вам только что показывал все также есть второй пин-код для дополнительной защиты если его заблокировать то если тут неправильно три раза вести то ничего не произойдет то это пин-код заблокируется там пук тоже потребует вести как в обычном пин-коде но сим-карта не заблокируется то есть это безопасно но если вы заблокируете то вы не сможете больше ничего с ним сделать давайте введем пин-код неправильно так мы можем ввести пин-код чтобы делать контроль можем также вернуться обратно в настройки это запомните что можно вернуться в настройки давайте начнем введем пин-код при изменении в любом месте где мы где нам потребуют ввести пин-код там в любом месте можно заблокировать сим-карту давайте введем пин-код неправильно один раз введем первый раз и пишет пин-код неверный осталось две попытки давайте продолжим ждем берем еще раз неправильно пин-код и пишет у нас осталась одна попытка у нас осталась одна попытка при вводе пин-код но ничего не происходит сим-карта пока не заблокирована мы можем спокойно делать телефоне что захотим так давай быстрее грузися хорошо пока что ой куда подожди выйди 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 подожди куда можем пока что пока что мы можем делать с телефоном что угодно но сейчас у нас осталась последняя попытка с пин-кодом ой куда куда коды пин-контроль пишет осталась одна попытка давайте введем последний раз неправильный пин-код и посмотрим что же будет грузись быстрей вводим пин-код и нажимаем окей пишет пин-код заблокирован видите код пук или пак я не знаю как правильно сказать в общем персонально разблокирующий персональный разблокирующий ключ персонал аутблокинг кей который выдается также на картонке сим-карты он состоит из 8 символов и как мы видим мы теперь не сможем вернуться в меню мы теперь можем позвонить только в сос у нас вместо вернуться назад появилась сос и теперь мы не можем ничего сделать с телефоном обратно мы вернуться не сможем нажимаем сос и можем экстренный вызов позвонить ничего от этого не случится в эмуляторе телефона ну короче вызываем можно когда можно вообще когда угодно в сос позвонить короче говоря в телефоне ладно мы заблокировали сим-карту и теперь мы никому не сможем позвонить кроме сос и вообще не сможем выйти в меню вот кстати в 7.7.65 который я вам только что показывал там если пин-код в настройках если пин-код заблокирован то мы можем вернуться назад но мы никому не сможем позвонить да и вообще когда я вышел на главный экран у меня ни никакая кнопка не работала кроме циферок и информации кнопки когда перезагрузил уже потребовал пин-код ну короче вы все поняли надеюсь пин-код давайте введем пук неправильный если мы ввели правильный затем нас просят ввести новый пин-код нужно его придумать самому ой вводим его и еще раз если пин-код пук неправильный пишет осталось 9 попыток значит на это 10 попыток дается у меня еще сейчас осталось только 9 если правильно пук ввели а потом новый пин-код придумали то все сим-карта сблокируется значит давайте я потрачу еще 8 попыток и уже вернемся так надо это не важно не важно пофигу давайте продолжаем у меня осталось всего 2 попытки и и давайте введем неправильный пук давайте введем пин-код новый и давайте повторно напишем его по-другому и у нас напишет несоответствие введенных данных попытка не пропадает нам просто надо еще раз ввести новый пин-код придумать так вводим и неправильно ввели осталась одна попытка и обратите внимание что будет дальше если мы введем неправильно последний раз осталась всего одна попытка и что же будет если мы ее просрем так ну так идем неправильно пук и нажимаем окей карта блокирована обратитесь к оператору ну и написано карта не действительно или сим-карта не принято то есть если в связи с попыток пука мы профукаем то карта полностью блокируется нам придется покупать новую теперь мы никуда не сможем по ней звонить и можем только в соц позвонить больше никуда так карта недоступна она блокирована и все с этой сим-карты ничего больше не сделать и так 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 же я вам расскажу что сделать если что будет если неправильно вести пин-код на карте сбербанка или на какой-то другой кредитной карте ну на сбербанке короче там тоже когда вводишь там пин-код просят ввести в аппарате специальном когда вставляешь при покупке там тоже просят ввести пин-код если его ввести три раза неправильно эта карточка блокируется и после этого она разблокируется сама в те же самые сутки в 12 часов ночи в полночь она разблокируется насколько я знаю но это работает только один раз если если снова ошибиться три раза в пин-коде то все карта блокируется навсегда и возможно только перевыпуск ну что ж на этом пожалуй у меня все я все вроде бы сказал если то же самое то же самое с пин-2 происходит если три раза неправильно ввести пин-2 я не знаю что будет если пин-2 ввести неправильно когда он установлен когда его контроль установлен пин-2 не знаю я просто прикидываю блокируется ли сим-карта когда телефон включаешь когда используешь его я не знаю когда его настройках то он не блокируется сим-карта так что ну если вы знаете то напишите в комментариях вот на этом всем спасибо что смотрели мое видео подписывайтесь на канал если вы хотите больше видео от моих советов видео от меня и всем набираем пока удачи до свидания все чтобы это а это очень